хочу рассказать историю своего псорича я состою в зоозащитных группах нашего города т.к. дома своих родных животных было много то помогала как могла деньгами котят брала на бесплатную передержку становилась куратором и оплачивала передержки и т.д. и никогда бы не поверила имея в квартире два собаки что у меня будет и третья история началась в августе 2013 года одна из наших волонтеров татьяна проезжала мимо одной из баз и увидела страшную картину щенка переехал камаз и он сильно кричал мучился от боли и один охранник не выдержал и захотел его задушить избавить от мучений он затянул ему на шею какую-то веревку и стал душить но щенок вырывался никак не хотел умирать и боролся за свою жизнь татьяна отобрала щенка и увезла в клинику где ему ампутировали лапу потом он заболел энтеритом выходили много народа принимали участие в его жизни деньги давали на лечение куратор сменился выхаживали во время инфекции но поток проблемных животных увеличивался и волонтеры просто не справлялись стало не до речи он просто гнил никому не нужный в клетке стационара врачи его не любили за диковатость агрессивность скалился и кусался я с самого начала следила за его историей всем было жалко и все я уговорила забрать знакомую на месяц на адаптацию его в дом но потом оказалось что ситуация безвыходная его некуда забирать я забрала к себе 1 января сказать что я испытала шок от увиденного пятого месячного щенка ничего не сказать вместо оставшейся несущей лапы у него был хрящ не держащие его тело и он передвигался торпедой на груди про диковатость про то что его не принимали мои собаки и я закрывала его с собой в спальне что не давался даже обработать культю уж почему не убрали по лопатку для меня загадка и просто вынести из квартиры его было невозможным это вообще отдельная история я проревела все новогодние праздники и еще полгода была в отчаянии так как элементарные вещи приходилось делать с особым изощрением психологические проблемы были очень тяжелые и неожиданными в такой массовости у меня вся семья уже просто мучилась с ричем я еще и работала но с ним решить проблемы например с улицей помогли мои собаки он вообще ради них душу продаст вот такой вот люди его не интересовали но безмерно любил любых животных сейчас у нас все хорошо ричи мы поставили на лапу вырастили из хряща кость залечили его культю сейчас он пожалуй самый послушный из моих собак хотя конечно остался страх недоверие ко всем трусливость но нас он воспринимает как свою семью вырос в наглого упрямого но такого классного пса с огромным любвеобильным сердцем но при всем том что он меня слушается я для него не вожак вожаки для него мои собаки вот такая история сейчас даже не верится в те полгода ада и впереди у нас еще разные проблемы со здоровьем перенес 4 наркоза психологические но деваться нам некуда это наша собака это наш член семьи